На Анапской метеостанции наблюдения за погодой ведут круглосуточно. Направление и скорость ветра, атмосферное давление, степень влажности – всё это влияет на погоду. Высокоточные термометры безошибочно определяют температуру воздуха. По словам специалистов, критическая отметка в 37 градусов не была превышена в этом году, пока температура держится в пределах климатической нормы. Для курорта это нормальные погодные условия. Тот год был более дождливый, и поэтому температура июль месяц, июль был более прохладной. В этом году у нас каждую декаду наблюдается в среднем 3-4 градуса выше нормы температурного режима. А осадков у нас фактически в этом году нет. Однако из-за низкой влажности и слабого ветра температура воздуха кажется более высокой. И в действительности сейчас очень опасное время, которое лучше переждать в тени. В особой зоне риска пожилые люди и дети. Если касаемо моря, то самое оптимальное время это либо до 10 часов утра, либо после 18 часов вечера. Это наименьший пик солнечной активности. Отказаться стоит и от прогулок под прямыми солнечными лучами. Одежда должна быть из натуральных тканей, головной убор обязателен. Также важно соблюдать питьевой режим. А для профилактики ожогов использовать солнцезащитные кремы. Впрочем, несмотря на советы медиков, каждый спасается от жары по-своему. А фонтаны очень спасают, конечно, очень освежают. Погода замечательная. Очень рады, что выбрались к вам отдохнуть. Мы очень любим ходить в кино. Там спасаемся, поэтому мы не рискуем, как некоторые лежат и до безумия. Зачем? Мы надели хепки. Мы едим мороженое, пьем холодный чай и гуляем в свое удовольствие. Нам нравится, нас не напрягает ваша жара. Летний зной и отсутствие дождей стали настоящим испытанием и для зеленого убранства курорта. Клумбы и газоны буквально выжигают солнечные лучи. Глава Анапы Юрий Поляков поручил проводить полив растений регулярно и в больших объемах. Озеленители осуществляют работу в вечернее и ночное время суток. Спецтехника выходит на улицы после восьми вечера и возвращается в автопарк к шести утра. В Анапе введен особый противопожарный режим. Ведь из-за засухи даже самая маленькая искра может превратиться в большой пожар. Обращаюсь ко всем жителям соблюдать правила пожарной безопасности и напоминаю, что разведение открытого огня в любой форме запрещено. Штрафные санкции увеличиваются при этом в два-три раза. Поэтому не подвергайте прежде всего опасности свою жизнь и здоровье, а во-вторых берегите природу. Синоптики обнадеживают. В течение ближайших трех дней направление ветра изменится. Влажность воздуха будет повышаться, а температура, наоборот, снизится на 2-3 градуса. Возможно, даже придут хоть и кратковременные, но такие долгожданные дожди. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-регион.